И хотите прикол? С нашего класса поет только два человека. Это те, которые выставлены в юнормейц, то есть как будто пионеры. Мы каждый понедельник поем «Россия священная наша держава», которая ничего нам не дала. Олег, понимаете, я хочу сказать вам что... Ну-ка, извините, я должна сейчас выйти. Мне тут предупреждение пришло. Спасибо, Настя. Большое спасибо, что были со мной. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего вам доброго. Вам тоже. Олег, Артем, я хотела вам сказать, что вот вас сейчас ругает эфир. На самом деле Борис Немцов. Это был очень образованный, умный человек, который вытаскивал Россию из лжи. Политковская была потрясающая женщина. Анна Политковская. Ее убили за то, что она говорила правду. Почему-то в России считается, если приходишь к врачу и говоришь, что у меня во рту нету кариеса, то когда ты получаешь здоровые зубы, это неправда, россияне. Ты когда приходишь к врачу, и ты говоришь к врачу, что вы мне не нужны, ну, врач говорит, ну, не нужны, значит, ну, вон там дверь, да, выйдете, у вас зубы будут болеть дальше, а потом они будут гнить, а потом, ну, вы остаетесь без зубов. Для того, чтобы вас вылечить, вам нужно сказать правду. Олег ничего, неправда не сказал. Он сказал, что течет, как его, течет потолок, там, стены, пол рушится, да. Это те вещи, о которых надо говорить. И благодаря Олегу, возможно, в России начнутся не капитальные ремонты, когда собираются деньги, а потом они куда-то уходят. А наоборот, как вот Андрей сказал, все разбирается досконально до такого-то кирпича стены, и потом все заново отстраивается, понимаете. Как вы собираетесь отстраивать ваши дороги, когда вы все говорите, что у нас все хорошо? Москва будет шиковать дальше. Москва шиковала 100 лет назад, 200 лет назад, 300, 400, 500. Так она и будет дальше, 100 лет назад, 100 лет вперед, 200, 300, 500. У вас никогда для себя не останутся денег. Если вы Олегов, как вы говорите, записываете, будете уничтожать, то это пизда России, просто пизда. Не то, что Украина вас разбомбит, или там Америка, НАТО. Вы сами себя просто, если зубы не лечите, вы просто сгниете внутри. Скажите, напишите Олегу спасибо прямо сейчас. Напишите плюсики, улыбки, поставьте что-то доброе. Это все здоровое, что у Артема у вас осталось на России. Вот такие честные, искренние дети, которые из отчаяния выходят в эфир, как вы, кажется, предатель рода. Наоборот, та родина, за которую вы боретесь, это конченый гнилой зуб. А вот новый зуб может вырастить только из Артема. Все, ему спасибо поставьте. Я просто сейчас смотрю комментарии, и я говорю... Я, честно говоря, за Артема вообще переживаю, потому что ему будет тяжело там жить. Да, я по этому тоже поводу думаю. У меня бабушка жила долгое время в Украине. Я за это тоже переживаю. Я переживаю не за то, за мою жизнь. Я переживаю за то, что вообще будет. Потому что это очень страшно. И я не по поводу того, что прилеты, отлеты... Мне страшно жить, понимаете? Мне страшно жить то, что... Мы живем, как, вот извините меня, в Средневековье. У нас нет ничего для детей. У нас нет. У нас нет. У нас просто... У нас собирают деньги на все. Деньги делают бешеные. Вы уже... Вы уже сто процентов вам скидывают видео. Какие деньги... Сколько стоят яйца у нас в России? 179 рублей стоят яйца в России. Косят яйца. Олег, меня те, говорят, москвичи... Ой... Посмотрите, яйца и такие-такие. Мы все покупаем яйца. Я не знаю, они что, не понимают, что яйцам рознь? Зарплата запратила рознь, да? Москва другому городу или пригороду, или деревне рознь. Зачем они втыкивают мне эту обложку, обложку, которая не является показателем обычного россиянина? Покажите мне жизнь обычного россиянина. Покажите жизнь обычного магазина сельского. Старая хрущевка. Старый магазин в вагончике. Вот у нас магазин. Старый вагончик. Там вот. Вот вам. Бортики. Там вот все. Потом, говорите, у нас зараза новая. У нас вот ковид-19. У нас все. Конечно, у нас будет ковид. У нас разве так может быть? Весь город. Нас нет. Кстати, проблема ковида есть сейчас у вас там? Вы знаете, болел. Я болел ковидом. Я имею в виду, это поднимается. Потому что у нас сейчас про ковид вообще никто не говорит. У нас другие проблемы. А у вас это поднимается? Почему я спрашиваю? Потому что мы, когда началась война, мы все смеемся над проблемой ковида. Потому что как-то он пропал куда-то. Нет. Может быть, он и есть, естественно. Но у нас не поднимается это на таком уровне, что типа там... Нет, у нас ковида нет. Я хочу просто искренне от всего сердца поблагодарить Алену. Я вообще общество не знаю. Ой, извиняюсь. Отчество вашего не знаю. За того, что вы открываете людям глаза, тем детям, которые не могут высказаться родителям. Потому что родители... Олег, вот сегодня заходила ко мне Ира, вы видели, да, из Чувашии. Она вчера приходила два или три раза, она говорила какую-то ерунду. То есть она как бы был мой хейтер. Так, сегодня я запустила, а мы с ней спокойно поговорили. Она уже не кричала, не кривлялась. И может быть, она придет еще через какое-то время. Мне кажется, она в России не видит для себя... Она считает, что Чувашию дискриминирует Москва. Да, я это услышала в ее разговоре. Я знаю, что ко мне приходят хейтеры, но они приходят именно потому, что они хотели бы сказать что-то искренне. Но что-то их сдерживает. Я готова подождать. Ну, единственное, что я хочу сказать всем хейтерам, которые пишут мне здесь всю эту фигню, всю эту чушь. Просто они не понимают всю суть проблемы в России и вообще. Они не понимают все проблемы. Они живут, наверное, в Москве, в Самаре, все города, которые обустроены. Они не понимают то, что деревни без школ, без музыкальных школ дети не саморазвиваются. А я еще думаю, что в Титоке очень много ботов, которые все все понимают, но им надо топить специально. Я просто еще хочу рассказать про детей. Просто я уже видел, сколько раз я заходила к вам на эфир. Вы меня не добавляете. Ну, думаю, не замечаете вас там столько смотрят. Ой, я извиняюсь. Я очень извиняюсь. Ну, я очень извиняюсь. Ну, я не в состоянии бывать до полу. Бывает, знаете, я иду по теме эфира. Например, если у меня казахи, я казахов добавляю. Если белорусы, белорусы. Ну, чтобы не менять постоянно тематику. Ну, я, да, я буду вас... Я подписалась на вас сейчас, Артем. Хорошо. Я... Я, кстати, тоже. Спасибо. Вот, и как бы... Так, сейчас, секунду, я хотела про что-то сказать. Я опять забыла. Олег, вы, во-первых, вы можете мне наговорить сообщение в телеграм-канале. Я буду озвучивать ваши темы. Вот вы напишите письмо, мне послите и уничтожьте, да? Я их буду читать, и то, что мне... Ну, я отложу в сторону, я сделаю об этом ролик. Вы можете общаться со мной в личке. Через телеграм-канал. Напишите, я напишу вам свою телегу. Хорошо. Вы можете прислать видео, вы можете прислать какое-то видео чего-то. Я тоже буду завуалированно показывать ваши видео, чтобы мне было понятно, сколько вы... Я вам обязательно скину после каникул, у меня сейчас начались каникулы, я вам обязательно скину видео, где мы стоим в понедельник и поем гимн России. Извините меня. Нам говорят, приходи в школу вовремя. Восемь-пятнадцать. Нам нужно идти быть в школе. Хотя уроки начинаются восемь-тридцать. Зачем? У нас каждый день по семь, по восемь уроков. Это для чего нам? Вот Америка такая, Америка сяка. Я, конечно, ничего не знаю, но просто вижу, сколько... А в руках айфоны, а в руках айфоны, да? А в руках айфоны, да? Да какая баба, ну вы что? Айфоны в руках. В руках, ой, те кто против Америки, в руках айфоны. Нет, я не из Пензы. Я хотел сказать по поводу гимнов. Вот у нас в Украине уже два года в девять утра по радио и по телевидению у нас минуты молчания по всем погибшим. У нас не гимн Украины, а минуты молчания. Девять утра национально, каждый день. И вот, и у нас хотят сделать, чтобы мы пели гимн, ну, шамана, чтобы мы каждый раз пели под его песни. Это просто тот человек... А шаман разве не гомосексуалист? Я вот смотрю, но у него волосы и вообще такие все... Вот если бы он был патриотом Российской Федерации, он бы не одевался так. Это жесть вообще. Когда? Это же второй Киркоров, ну, только более такая нацистская у него. Он же... Да, Киркоров, вот, вот, у нас сейчас уехали все из России. Я сейчас захожу на канал, российские. Ну, вы знаете, естественно, вы же жили в России, проживали. Так как Муз-ТВ, РУ-ТВ и, понимаете, клипы совсем другие. Нет таких клипов, как... РУ-ТВ РУ-ТВ